Дорогие друзья, совсем немного времени остается до окончания нашего эфира, так что вам нужно будет успеть передать привет и поздравить с днём рождения ваших близких по WhatsApp-приложению или в Instagram по номеру 774-72-95-92, 775-7409-90. Мы принимаем ваши поздравления. Только, пожалуйста, не звоните, пишите, дорогие друзья. Звонки принимать у нас пока нет возможностей, но мы можем звонить. Мы можем звонить, да, мы можем позвонить вашим близким и поздравить. Ну, вообще, давайте уже отойдём от этой темы. В продолжении нашего эфира, да, хотелось бы представить вам наших гостей. Да, вы так интриговали нас всё это время. Чолпон Джунушева, директор учебно-воспитательного комплекса номер 70, школа 70, да? Школа гимназии номер 70. Учительница истории и человека общества. У нас ещё в гостях выпускница Эщенбаева Медина. Я правильно сказал, что фамилия, да? Да, я постоянно волнуюсь, что может как-то фамилию неправильно произнести. Да, это такие случаи, когда вообще нам отправляют фамилии, вообще неправильно. Хорошо, давайте не будем. Доброе утро. Ещё раз добро пожаловать к нам в студию. Я знаю, что ваша школа считается одной из лучших у нас в городе. Спасибо вам за такую высокую оценку. Да, действительно, по результатам рейтинга, который проводит ежегодное управление образованием мэрии города Бишкек, школа признана одной из лучших. Как вам удалось добиться таких результатов? Ну, прежде всего, это большой труд. Большой труд педагогического коллектива нашей школы и, конечно, наших детей, талантливых, успешных, креативных во многом. Поэтому, конечно, вот такой, скажем так, такой синтез, такая совместная работа и поддержка ещё родителей, поддержка со стороны органов управления, мэрии. Вот это всё вместе в совокупности и дало возможность показать наши результаты. Хорошо. Медина, ещё раз доброе утро. Да, здравствуйте. Вы у нас, получается, одна из лучших в школе. Ну да, не знаю, я её сюда проводи, наверное. Мало того, что у вас школа одна из лучших, так Медина, получается, одна из лучших из лучших. В этой школе. Спасибо за комплимент, я подчина. Вы просто вот с самого первого класса начали хорошо учиться или в какой-то момент поняли, что так, не пойдёт, надо учиться нормально, чтобы обеспечить себе хорошее будущее? Вообще, я пришла в эту школу только с третьего класса, до этого я училась в другой школе, и как бы у меня базы не было на самом деле. И благодаря 70-й школе, да, нашей школе-гимназии, я получила все знания, которые я сейчас имею, я благодарю эту школу. И в третьем классе я такая пришла, увидела одну учительницу, она такая красивая была, и я у мамы спрашиваю, мам, вот бы эта учительница была моя классная руководительница, да, она такая, ну не знаю, да, было бы хорошо, давай у неё спросим. Такая я спрашиваю, и эта, оказывается, учительница моя классная руководительница, я такая была, очень рада я была, и благодаря этой учительнице я, как бы, я такая, какая есть сейчас, и благодарю нашу школу, потому что наша школа настолько разносторонняя в любых аспектах, да, в спортивных достижениях, мы всегда призёры. В олимпиадах разных, в проектах городских, там, в концертах, ну, очень активная школа, могу сказать, ну, это чисто моё мнение, да, ну, вообще, мне кажется, все так думают. И когда мои знакомые спрашивают, в какой школе, я такая, в 70-е, а, да, это которая на Бакомбае, ва, классно, я тоже хотела там учить, у вас такая активная школа, и, как бы, ещё все знают, наверное, что в нашей школе есть бассейн, да, это не во всех школах есть, и я вообще не умела плавать, но благодаря нашей школе я научилась, и участвовала в разных мероприятиях, да, спортивных, и на школу, как бы, поступайте к нам, приходите к нам. А какие у вас взаимоотношения учителей с учениками? Ой, это прекрасно, наверное, наши учителя самые лучшие, потому что, ну, я просто, это чисто моё мнение, как бы, то есть я не хвалю, да, как бы, потому что каждый учитель, у каждого учителя индивидуальный подход учеников, и если есть какие-то моменты, трудно, они всегда нам помогут, и не было, как бы, когда я училась, не было таких конфликтов с учителями, как бы, все они стараются дать нам всё лучшее, и подарить нам лучшее, и, как бы, у нас, как бы, взаимопонимание, да, учителей с учениками, как бы, всё хорошо. Ну, школа – это большая семья, поэтому у нас отношения как в семье, вот как родители относятся к детям, так и мы к своим детям, ну, видите, я даже говорю, свои дети, они действительно свои родные. Даже когда мне задают вопрос, Чупаем Избековна, сколько у вас детей, я отвечаю, 3200, только потом выясняю, что вообще задают вопрос про моих собственных детей. Ну, первое, я отвечаю всегда про школу. 3200, ну, богатитная мать. Да. А в каждой семье, так говорится, есть человек, который не хочет учиться, не хочет слушаться. У вас такие есть? Конечно, конечно. Это, естественно, это, наверное, всегда было, есть и будет. В школе разные дети. Есть дети, которые всегда с желанием учатся, познают что-то новое. Есть дети, которым неинтересно, которым не хотят. По разным причинам, потому что причин там может быть и объяснимы, объективные какие-то причины. Может быть, семейная какая-то проблема, может быть, в детстве что-то произошло. То есть таких проблем будет очень много. Ну, дети разные, это естественно, но для нас они все дети. Неважно, хочет, не хочет учиться, но наша задача дать знания, качественные знания. Поэтому я имею в виду, что мы стараемся подходить индивидуально. Потому что одному ребенку достаточно только сказать, дать задание, и все. А со вторым ребенком, может быть, надо поговорить, может, просто надо иногда послушать его, может, обнять просто иногда даже надо, чтобы ребенку стало, может, легче, проще. И чтобы было взаимопонимание прежде всего. А сколько лет вы проработали в этой школе? Эта школа открылась 23 апреля 1990 года. Я в 90-м году закончила университет, наш исторический факультет. И с 1 сентября 1990 года я работаю в этой школе. Это уже 29 лет. Вот в этом году, следующий учебный год для меня будет 30-й. А вы всегда хотели быть преподавателем? Вы знаете, у меня в детстве много было, скажем так, желаний, но всегда я останавливалась на двух. Я мечтала стать или медиком, потому что мама тоже у меня медицинский закончила, врач. А как-то так получилось, что меня еще очень увлекала сама история. Поэтому я пошла на исторический факультет, закончила его. И потом судьба сложилась так, что я сразу пришла после окончания университета в эту школу. И вот 30-й год работаю в этой школе. Говоря о медицине, мы знаем, что Медина хочет тоже стать медиком, да? Да. Мы уже выбрали свои проблемы. Расскажи об этом, о профессии. Почему именно медик? Вообще врачи это самые нужные люди нашей страны и вообще во всем мире. И я хотела бы пойти по маминым стопам. И врач самое главное звено во всех профессиях. И без врачей врачи спасают жизнь. И благодаря этому сохраняется численность нашего населения и во всем мире. И поэтому я бы хотела стать врачом, спасать жизнь в магазине. А специальности в медицине ты выбрала? Невропатологом хотела бы стать. Нервы лечить. Почему именно невропатологом? Я просто люблю сложности, да? И хотелось бы выбрать более сложную профессию, чтобы сложным специалистом стать сложным. И как бы открыть более новые вещи, которые не знают многие. И вот так. Ну да, куда может быть сложнее, чем человеческие нервы, да? Ну да, я думаю, именно голова это самая важная часть. Именно даже в медицине. Да. Ну классно, что вы выбираете медицину. Нервы вообще же сложные сам по себе. И сейчас требуются именно такие люди, которые будут иметь профессию такую сложную, разную, различную. Поэтому медицину на это тоже не собирают. Ну я думаю, медицина это то, что никогда не устареет. Даже если у нас будут роботы и IT-технологии, медицина всегда будет востребована. Да, конечно. Я так подумал, у вас много общего. У вас мама была медикой. Да, у вас мама медикой. У вас мама медикой. Кстати, да, вы хорошо заметили. Кстати, мы выяснили это только сегодня. А, вот только сейчас она была медикой. Да, мы подождали до начала эфира. Выяснилось, что... Я тоже спросила у медиана, куда определилась, куда пойдет медиана. И медиана сказала, что медицинский. И я как-то тоже вспомнила, думаю, что когда-то это было моей тоже мечтой. Но так получилось, что история, любовь к истории переборола. Поэтому я стала историком. А вообще сколько выпускников в этом году у вас? В этом году у нас в 11 классах выпускается 192 ученика. Это 6 выпускных классов. А еще у нас есть выпускники 9 классов. Их 7 классов, 214 учеников. Итого около 400 учеников в этом году выпускаются в нашей школе. Столько детей уходят в свободное плавание. Да, и каково вам... Вот завтра последний звонок. Каково вам узнать то, что 400 детей ваших просто уходит? Вы знаете, ну, из 400, я думаю, что 200 останется в 10 классе. Поэтому как бы эта надежда остается. Ну и дети хотят учиться в 10. Поэтому я думаю, что с ними мы еще встретимся. Но документ они обязательно получат. А что касается 11 классов. Вы знаете, каждый год, когда выпускаю, во-первых, я волнуюсь сама. Точно так же, наверное, как и все выпускники. Потому что с ними уходит частичка моего сердца, души. Потому что не только весь год мы, в принципе, с ними общаемся достаточно часто. Они приходят и в кабинет ко мне, и я уроки вела у них. Поэтому у них отношение ко мне, прежде всего, как к учителю. Потом уже как директор. И поэтому так же, как любой учитель, когда прощается со своими детьми. С одной стороны, до слез иногда бывает обидно, жалко. А с другой стороны, нам хочется пожелать успехов нашим ученикам. Потому что перед ними открываются большие возможности, дверь во взрослую жизнь. А сейчас в современном мире столько возможностей для детей. Я просто считаю, что нашим детям повезло, что вот можно приобрести сразу несколько профессий. Причем в различных областях. Есть столько возможностей куда-то уехать, учиться. Ну то есть, если ты захочешь, ты возьмешь это. И будешь в жизни успешен. А мы всегда воспитываем своих детей, чтобы они были успешными. Для этого создавали условия 11 лет. Вот теперь им надо показывать результаты. Вы помните, Людмила Галановна, я не верю в тому, что вы, например, не ругаете своих детей. Обязательно. Ну конечно, я ругаю. За что вы чаще всего ругаете? Вы знаете, чаще всего, наверное, ругаю, ну, знаете, ругаю как? Я делаю замечание. Я стараюсь, ругаюсь это я уже, когда совсем меня не слышат. А в основном стараюсь донести то замечание или какое-то положение ребенку, чтобы он понял. Ну, моя работа, учитель, тем более директор, в любом случае связана еще и с вот такой стороной, когда делаешь замечание, когда приходится иногда ругаться. Поэтому случаи бывают разные. Ну вот, ну ругаюсь, да, иногда. Ну без замечаний никак. Да, я думаю, без замечаний. Потому что мы все должны стремиться к идеальности, да, но все мы не можем быть идеальными. И наши учителя, учителя, директор наш постоянно стремятся к этому. И спасибо им. А в будущем, например, когда ты уже станешь невропатологом, врачом, так сказать, много у тебя работы будет? Да. Мы тебе это обеспечим. Да, 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 мы уже подводим об этом закадривали. Будешь, спланируешь ли ты, например, приходить в школу, даже держать связь с тем, что учителя? Обязательно, конечно, обязательно. Ведь без них я бы не стала такой, какой я буду в будущем, да. И как бы я буду по нему очень скучать. Я даже, наверное, получать статы через неделю, приду обратно, здравствуйте. Я, по-моему, соскучилась. И потому что на каникулы, когда у нас есть каникулы, зимние, осенние, на каникулы я всегда прихожу в школу. Ну, как бы это очень хорошо чувствовать себя ученицей, это настолько, это вот когда ты одеваешь форму, белый верх, черный низ, это вот настолько чувствуешь себя еще ребенком. Ведь еще впереди студентам нужно становиться уже, уже 18 лет будет, как бы не хочется взрослеть, если честно. И благодаря учителям мы это чувствуем. И поэтому вот так. Смотри, тебя впереди ждет, в частности, медицина, да, так сказать, такая серьезная профессия, где преподаватели не сисюкаются. Не сисюкаются. Где вообще вы перестанете больше спать. Но вот тебя ждет, вот ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь со школы, придешь к всем другим людям, да, и с ними нужно будет общий язык находить, нужно будет влюбиться, потом по мере этого всего. Нет, сначала медицина это перестать спать, это будет очень много лекций. Всегда что нас пугает, то, что медицина это что-то там, типа ты учишься 9 лет, ты перестаешь спать, ты там пишешь огромные лекции, что именно медицина это самое сложное из всех профессий. Ты к этому готова? Да, я готова, я уже сколько лет мечтаю об этом, и наши учителя научили нас адаптироваться быстро в новом месте, и поэтому я готова к этому. У вас бывает, например, когда вы в школе сидите, у меня, например, в универе было такое, что когда пишешь лекцию, у тебя просто-напросто паста заканчивается от этой лекции, у тебя мозоли на руках появляются. Ну, сейчас, знаете, есть пасты 10 километров, я их купила несколько, поэтому они не кончаются, как бы. Должно хватить, да? Должно хватить, да. А в дальнейшем, например, есть у тебя, ты окончательно решила стать невропатологом, дальше будешь работать в Кыргызстане или планируешь куда-то за границу? Это я не могу сказать сейчас, потому что я еще не знаю, мне нужно поступить, попробовать эту студенческую жизнь, а потом уже решать, поэтому я даже не знаю. То есть ты сейчас, простите, то есть ты сейчас не думала о том, чтобы поступать в заграничные вузы именно наши? Да, потому что даже многие иностранцы приезжают к нам, в нашу страну, и поступают на медицинское образование, да, и мне кажется, наши универы очень даже ценятся за рубежом. Ты сейчас сказала студенческую жизнь, многие в этих словах видят свободу, клубы, развлечения. На самом деле это не так. Это просто за вами перестают бегать учителя, они больше вам никак к детям относятся, они вам уже не матерят, или вообще за вами просто перестают бегать. Вы сами начинаете бегать за учителями и говорить, примите, пожалуйста, мою лекцию, примите вот мой СРС, да, и вот поэтому я не скажу, что студенческая жизнь. Я не скажу, что студенческая жизнь – это самая лучшая. Хорошо, это все впереди. Завтра последний звонок. Да. Что у вас будет на последнем звонке? Может, что-то новенькое? Да, завтра прозвучит последний звонок, который оповестит о том, что для наших выпускников с одной стороны закрывается дверь в детство, а с другой стороны открывается дверь во взрослую жизнь. И, конечно, в этот день всегда проводятся мероприятия, торжественные мероприятия, которые готовят сами ученики. Конечно, учителя помогают в этом, но я думаю, что завтра, как всегда, 25 мая, каждый год, школа в очень такой торжественной обстановке проведет это мероприятие. Согласно приказу Министерства образования. Вы же подготовили речь? Знаете, да. Я тоже готовлю речь, я тоже волнуюсь, я тоже живой человек, и, видя в зале своих учеников, родителей, учителей, конечно, у меня тоже есть волнение. Но я учитель, когда стоишь у доски, я беру себя в руки и говорю то, что хочу донести до них, сказать о том, что наши дети – это лучшие дети, у них есть качественные знания, и они всегда могут рассчитывать на то, что мы им поможем, но шаги свои делать они будут самостоятельно. Вот вы сказали, я тоже живой человек, я тоже волнуюсь, а я всегда думала, что, наоборот, вот директора, вообще в особенности учителя, я думала, это вот те люди, которые никогда не волнуются. Я думала, что они вот выходят, и, знаете, они не готовят речь, у них просто все готово, они просто знают, что говорить, как подойти к ребенку, и вообще, что говорить на публике. Но когда вы сказали, я волнуюсь, я сейчас немножко была... Вы знаете, наверное, у любого учителя, сколько бы он лет не отработал, да, конечно, когда он стоит у доски или стоит на сцене, он будет говорить, он знает, о чем будет он говорить, но волнение, оно всегда есть, потому что дети, они разные, они индивидуальные, каждому из них нужен свой подход, поэтому здесь готовиться, конечно, надо, но и от души надо говорить. Когда есть что сказать, что донести, конечно, и стены родные помогут. Хорошо. А у тебя есть какие-либо увлечения, помимо? Вот я-то понимаю, что ты будешь учиться, учиться, у тебя же хобби есть еще, помимо этого. Конечно, есть. Честно, увлекаешься? Я увлекаюсь боевыми искусствами. Опа, я сейчас подожжу. Да, я занимаюсь айкидо уже 6 лет, я уже кандидат мастера спорта. И, как бы, конечно же, спорт, это самое главное. Спорт, учеба, друзья, все самое главное. Хорошо. Давайте в завершение разговора хотелось бы услышать от вас пару пожеланий нашим телезрителям, вашим одноклассникам привет и вашим, так сказать, детям. Вот в эту камеру. Ну, во-первых, мне хотелось бы поздравить всех выпускников с тем, что, наконец-то, долгожданный праздник 25 мая, последний звонок прозвучит завтра. Мне хотелось бы, чтобы наши дети чувствовали себя, прежде всего, счастливыми. Потому что те возможности, которые предоставляет школа, те возможности, которые дают родители, создают условия государства, это все, конечно, очень важно. Но самое важное и главное, чтобы сам ребенок, сам выпускник точно знал, что он лучший, что у него все получится, все будет так, как он планирует. Главное, чтобы он верил в себя, в свои силы и чувствовал нашу поддержку. Поэтому пожелаю всем успехов, удачи, чтобы, самое главное, все их мечты, это, наверное, прежде всего, у всех одна мечта, получить золотой сертификат, определиться со своим вузом, найти свою профессию, ту, которая будет своей родной, любимой на всю жизнь. Поэтому я желаю успехов в этом плане. А всем остальным, взрослым и детям, которые еще только учатся в школе, я хочу пожелать, прежде всего, здоровья, чтобы мечты всегда воплощались. И хочу, чтобы мы чувствовали себя уверенно в своей родной стране, чтобы жили под мирным небом и только благополучия и процветания нашей стране. Всех поздравляю с праздником, и самое главное, выпускники, никогда не сдавайтесь, у вас все получится, и просто делайте то, что вам хочется, и never give up. Хорошо, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости, спасибо, что поделились своими эмоциями, порадовали наши телезрители. Да, а наш эфир уже подходит к концу, как всегда, так быстро он проходит, и очень интересно. Постоянно к нам приходят очень интересные люди. Да, успехов тебе в твоих начинаниях, так сказать, желаю получить мастера уже спорта. Сначала золотой сердечкой, да. Не бросай спорт, да. Ну, я уверен, что у тебя очень хорошие баллы, я даже уверен, что ты, может, и золотой сертификат получила. Ну, а я напомню, что у нас в гостях были Чокон Джунушева, директор школы-гимназия номер 70, учительница истории и человека и общества. А также будущий невропатолог, мастер спорта, обладатель золотого сертификата, еще бываю Медина. Хорошо, бываю Медина. А, еще бываю, извините. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. И именно для вас в данный момент сейчас включим композицию музыкальную. Спасибо. Именно для вас, для вас, выпускников и учителей. Спасибо.